Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok В последнее время ужесточили наказание за клевету. Какие же изменения внесены в статью Уголовного кодекса России, предусматривающие уголовную ответственность за клевету? Ну и какие изменения внесены в Уголовное законодательство, применительно к уголовной ответственности за хулиганство? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии ответит прокурор отдела правовой статистики прокуратуры Карачаева-Черкесии Теймурас Ибзеев. Доброе утро всем. Доброе утро, ты, Мурас Азнаурович. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что есть какие-то изменения в Уголовном законодательстве. Какие конкретные изменения внесены в Уголовное законодательство, применительно к уголовной ответственности за хулиганство? В соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2020 года, номер 543, статью 213 внесены соответствующие изменения. Ответственность за хулиганство, совершенное с применением насилия, либо угроза его применения. Санкция за нарушение данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Кроме того, устанавливается повышенная ответственность за хулиганство, совершенное с применением оружия, либо предметами, применяемые в качестве оружия. Сейчас много говорят об ужесточении за клевету наказания. Хотелось бы узнать, какие изменения в Уголовном кодексе по клевете? В федеральном законодательстве также от 30 декабря 2020 года, номер 538 внесены изменения в статью 128, прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Введена уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекомбинационных сетей, в том числе и индивидуально неопределенных лиц. За это предусматривается максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, либо принудительные работы до 2 лет лишения свободы, либо арест до 2 месяцев. Кроме того, перечень наказаний за клевету с использованием служебного положения дополнен принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом до 4 месяцев, либо лишением свободы до 3 лет. За клевету о том, что лицо страдает с заболеванием, представляющим опасность для окружающих, могут лишить свободу на срок до 4 лет. За клевету с обвинением в совершении тяжкого, либо особого тяжкого преступления, соответственно, до 5 лет лишения свободы. Ну вот, много же клеветы в интернете. У нас в республике есть такие случаи, чтобы конкретно за клевету уже наказали? Нет, у нас в республике еще нет. Закон принят недавно, буквально 30 декабря закон вступил в силу 2020 года, но за эти 2 месяца еще нет, еще не было. Но клеветникам стоит постерегаться? Да, стоит задуматься. Ну что ж, я благодарю вас за полезную информацию, желаю вам успехов в работе. Спасибо, что были гостем нашей программы. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программу «Черкесской редакции» в 14.30 в «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова